А есть скотч у вас или какая-то изолента? Вот это желательно сюда понадежнее переделать. Банка, кстати, у меня же много зарядов. Да? У меня-то немного зарядов. У меня есть еще одна банка? Нет, мы взяли, там пока три вам еще. Да, от две. Нормально. У меня сама она не включает. У меня три. У меня три. У меня три. Ну видите, надежная конструкция. Если все не навернулось. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 Добрый день. Я компаундер и сетевого компания «Практи-сайенс», и я сегодня расскажу, с какими проблемами мы сталкиваемся, когда делаем нашу компанию, именно с точки зрения данных, и чем это отличается от проблем, с которыми мы сталкиваемся. И вот перед у меня есть такой полускрытный бетон, он говорит, у меня в обследовании полускрытный бетон, ни одной строки входа, но он выписан этот бетон. И для начала, чтобы понять в том, чтобы рассказывать, какие проблемы у нас соотникают с короткой, давайте я вам расскажу про нашу группу ООО, с которой мы работаем. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Один крайний день多少 лет — это проходило, химическое – это растение. И Dennis Bantua growth, Bastard, Chikpa tamanho, наторием�� για智 seguridad, sind wir President ngày입니다. Ну, кроме научных публикаций, на них еще очень похожи, например, проекты. Это не есть такие, но там много есть вообще вещей. Если это какая-нибудь внутренняя документация в рамках или внутренних компаниях, в каких-то информационных компаниях, это вроде бы как не научная публикация, потому что это внутри компании. Но там те же самые проблемы бывают, что у них может быть очень-очень-очень много документов, и по ним сложно найти что-то. И, соответственно, что нужно людям, которые с этим работают? Во-первых, им нужен просто поиск. Потому что поиск, он же, он бывает не совсем простой, и другому бывает сложным. Есть еще задача, рекомендация нового, когда человек среди какой-то области, и он не хочет смотреть на все эти какие-то шагналы, где бывают интересные вещи, а он хочет, чтобы ему ремейл почтовый ящик просто попадал, например, за неделю, вот, вышло за неделю три статьи, на которые тебе стоит посмотреть. И вот три статьи, на которые, наверное, не хочется, смотреть на него, будет тебе интересно, если ты поиск экспертов. Если у меня есть какая-то проблема, ему нужно найти эксперта по этому поводу. Зачем мне может быть нужно найти эксперта? Например, найти эксперта нужно научным издательством. на него приходит статья, и редактор должен подобрать реценгентов, которые прочитают статью и напишут отзыв в журналах «Это хорошая статья, стоит публиковать нет, стоит публиковать, там какие-то ошибки есть, может что-то там стоит переделать». Так работает наука, так работают научные издательства, и, кстати, в научных конференциях тоже самое. Это называется peer review, то есть научные компликации, они реферируются такими же учеными. И, соответственно, то есть эти ученые, которые не нравятся это не свидетельством, а это какой-то другой ученый, который может спросить, он может сказать, объяснять это. И еще человек может быть на тех неизвестную тему, например, он хочет узнать, как дела там. Вот у него это не такая-то новая проблема, он решил, что его данные с телескопа нужно прорабатывать, каким-то он может делать. он очень умный парень, или он уже на 20 лет работает как ученый, он легко может разобраться в чем угодно, но для этого, именно для того, чтобы в чем-то разобраться, ему нужно из чего-то начать, какие-то статьи, какие-то примеры. И если он просто поищет какую-то тему, поиски, то выпадет 50 тысяч статей. А какие из этих статей контролируют? На какие статей все ссылаются? На каких из этих статей какие-то проблемы? То есть это частично как проходит, но ему нужно не найти какую-то одну конкурентную тему, а ему нужно найти какие-то центровые статей. И вот, как я уже сказал, нужно научные заявления, то есть это на экономических компаниях. Грандерное агентство, это агентство, которые приходят заявки на карты, как-то их оценивают, и им дают деньги на северные. У нас есть один из наших клиентов, это грандерное агентство, который называется «Европейский консульс». Это организация европейского союза, которая дает чуть меньше двух миллиардов евро в год на дому. И мы помогаем у нас одним из компаний, которые помогают выбирать коммунтователям и коммунтователям. И вот так вот, что это, что есть? Вот. Кратце разговариваю, с чем... А, вот. Что это, собственно, такое научная публикация, а с чем может быть нужна работа? У научной публикации есть ай-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й, есть ли текст, или он кто-то написан, там могут быть ссылки на какие-то и она в каком-то конкретном месте. Фактически это все. И у нее как будто не так много может быть всяких моментов. Для чего не нужен простой текст? Если мы что-то ищем, то простой текст не нужен. Для любого анализа простой текст не нужен. Потому что сравнивать просто текст с текстом неудобно. Пластиризовать данное просто текстом неудобно. Почему, например, простой текст не нужен? Потому что научные статьи все очень любят сокращать. Люди пишут научную статью про какую-то там теплую темную манерию. Бывает теплая темная материя, холодная темная материя, горячая темная материя. И их сокращают например CDM, BDM, HDM. И этот стиль написания сильно отличается от того, как мы пишем в Фейсбуке про политику. Или от того, как мы в Твиттере какие-то пишем. И методы работы с текстом в социальных сетях, они сильно отличаются от методов работы с текстом в научной публикации. Если вы хотите добиться каких-то хороших результатов. Если я возьму свой бюджок, с которым мы работаем, в общем, с декацией, пытаясь анализировать социальные сети, получится плохо. И на то. Вот это пример какой-то статьи, где люди писали про warm-dark method. И словом, словосочетание warm-dark method они использовали первого. А WDM они использовали 219 раз. Но дело в том, что если вы ищете просто warm-dark method, то эта статья, ну, она будет в словаре главной вашему запросу. Потому что там всего три раза началось. А если вы поищите WDM, то вам еще выдадут статьи про какие-то другие вещи, которые сокращаются как WDM. И совсем не можно доказать. Там же много другого, как что не нужно. Потом. Обычно, когда они ленируют текст, используют или матерацию или стебли. Ну, в том числе стебли. Да, если вы берете какой-нибудь WDM, запихиваете туда все свои данные. И потом из этих данных… Ну, то есть, и потом вы ищете. И у вас получается, что он отбрасывает кучу суффиксов. Он все ловеркнезит. И потом у вас получается, что там все эти поляры, поляризации, поляризованности и прочее, он скрывается до одного этого слова. И когда вы будете пытаться с вами, будет подпаскиваться в очень-очень, очень много неренимальных степей. Потом, например, у нас был такой интересный случай. Нацистский инструмент для пластеризации. Я заметил, что в пластеризации про полупроводники один из самых топовых концептов – это Generative Adversarial Networks из Computer Science. У нас тут статьи про полупроводники. О, так удалось, чтобы на тот момент наш с Семен Миром тоже все ловеркейсил, что в полупроводниках очень часто пишут про галлии нитрит. А если мы ловеркейсим, то галлии нитрит и Generative Adversarial Networks – это одинаково. И потом мы находили весь план. Если вам не повезло, и какое-то сочетание сокращается до обычных слов, например, Outer New Distribution, и вы потом попытаетесь это добавить, так, чтобы все эфицианты не могут спросить, и они в жизни не понимали. Вот такая же шутка была с Ani-Lami, 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 стендер очень часто базовый и Ani-Lami фасовый. Тут что-то стрим закончился. Точнее, тупо не идет. Худую опять Wi-Fi. И на галлютуру, которую мы сейчас нахажем, оказывается внезапно наглым, потому что множественное число в новой России. я сейчас уже с вами не знаю. Мы используем связку ключевых, т.е. One Dark Meta, это один набор, а переводами Dark Meta, это один долгий подряд. Например, у нас есть, что VDR может быть так или сяк, что тут он может находиться, тут он может находиться, но иногда это не работает. Например, End. Потом есть еще такая рецептная штука. Например, у нас, например, Солнце, это звезда специального класса G. То есть он опять пишет как G. Есть другие...